Застою нет, да здравствует движение! Важной причиной снижения потенции является застой крови в области малого таза, где, как известно, расположены мужские репродуктивные органы. Если циркуляция крови и лимфы в области простаты и яичников ухудшается, значит снижается уровень выработки половых гормонов, так как ткани этих органов не получают достаточного питания. Тренировки и активный образ жизни помогают справиться с застойными явлениями, особенно полезны плавание, умеренные силовые тренировки, бег или продолжительная ходьба, а также йога. Ученые выявили обратную закономерность между размером талии у мужчин и потенцией. Мужчины, если окружность вашей талии больше 94 см в любом возрасте, вы в зоне риска. Чем больше талии, тем ниже уровень тестостерона, гормона, отвечающего за потенцию. А то количество мужских половых гормонов, что все же вырабатывается, оседают в лишней жировой ткани и превращаются в женские, которые в свою очередь усиливают жироотложение. Таким образом получается замкнутый круг. Здоровые сосуды – это способность к эрекции. Качество эрекции напрямую зависит от способности пениса наполняться кровью. Если сосуды страдают от атеросклероза и забиты бляшками, эрекция не может быть полноценной. Регулярные физические нагрузки, внимательное отношение к своему самочувствию снижают риск развития атеросклероза и продлевают сексуальное здоровье. Стресс является частой причиной снижения сексуального лечения и у мужчин, и у женщин. Для восстановления желания необходим отдых и нашей нервной системе в том числе. А ведь еще великий русский физиолог Павлов утверждал, что отдых – это переключение с одного вида деятельности на другой. Тренировки предоставляют нам отличную возможность переключиться и снять стресс. А чем именно заняться – выбирать вам, лишь бы занятие было по душе. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok